Фильм «Няньки» 1994 года с двумя качками в главной роли стал невероятным хитом того времени, причём как у детей, так и у взрослых. Но как теперь выглядят актёры, которые сыграли в этом фильме, и чем они занимаются? Давайте узнаем! Друзья, перед просмотром рекомендую вам подписаться на мой второй канал, где выходят интересные и познавательные видео. Подписавшись, вы всегда будете в курсе всего самого интересного и шокирующего, что нас окружает. Скучать явно не придётся. Ссылка в описании. Главные герои фильма «Няньки» — это колоритные братья-близнецы, сыгранные актёрами Питером и Дэвидом Полом. На сегодняшний день им уже за 60 лет. Наибольшую популярность как актёра они получили в 80-х годах. В то время фильмы с их участием выходили чуть ли не раз в год, а то и дважды. После выхода фильма «Няньки» в 1994 году они очень долго не появлялись в кино, пока не снялись в фильме «Бездушный» в 2005 году. После этого опять был огромный перерыв. Пока в 2013 году не вышел документальный фильм «Таверна на углу Фрайт-стрит». На сегодняшний момент это последний фильм с участием братьев. В 2000-х годах Дэвид работал фотографом для спортивного журнала, а также выпускал свою линию одежды, которая называлась «Наизнанку», так как носилась наоборот. В данный момент он всё так же активно занимается фотографиями, также пишет стихи, играет на гитаре и поёт. Вообще, Дэвид решил отказаться от бодибилдинга и употребления мяса и полностью ударился в духовность и искусство. В свою очередь Питер остался верен актёрской профессии. С 2005 года он работает ведущим на телевидении. Это те самые маленькие братья-близнецы, для которых нанимали этих очков в качестве нянек. Известными актёрами они не стали, но успели засветиться в таких фильмах, как «Детсадовский полицейский» с Арнольдом Шварценеггером и «Зубастики 3» с Леонардо Ди Каприо. В конце 90-х они вообще решили забросить актёрскую карьеру. В 2014 году Кристин признался, что он гей, объявив о своих отношениях с парнем в фейсбуке. За всё это время он сменил множество профессий и с 2016-го и по сей день работает в мебельной компании. Джосеф также работает вместе с братом в той же компании. Мартин, который сыграл дядю Фрэнка, который и нанял нянек за присмотром за племянниками, умер год назад от рака поджелудочной железы. Фильм «Няньки» стал для него последним полнометражным художественным фильмом. Эта знойная женщина играла горничную, которая таки хотела пристроить свои формы к накачанным братьям. Вы также могли её видеть в таких фильмах, как «Восставшие за до 4» и «Лица в толпе». Валентина добилась неплохих успехов в музыкальной карьере. В 90-х она пела в составе различных известных групп. А в 2013 году выпустила сольный альбом. Сейчас актрисе уже 54 года. Друзья, а вам в детстве нравился фильм «Няньки»? Напишите своё мнение в комментариях под этим видео. Также ставьте лайк и подписывайтесь на канал, ведь дальше будет ещё интереснее. До новых встреч! Скоро! Увидимся!